Предстоящий интенсив, который я намерена провести в 3 дня, по 3-4 часа в день, это как раз будут выходные дни, он завязан на таких актерских и NLP техниках, которые позволяют сменять одно настроение на другое, одно внутреннее состояние какой-то неловкости, страха, неуверенности, на другое состояние. Более того, существует известный психологический прием, который называется якорение, и можно это состояние заякорить, то есть запомнить, чтобы потом его быстренько включать в нужный момент. Поэтому весь первый день нашей встречи онлайн, нашего интенсива, нашего обучения, мы будем заниматься вот такими техниками, чтобы хорошо освоить этот навык владения внутренним состоянием. Какие есть для этого возможности и какие вам лично подходят больше? Одним, одни техники лучше подходят, другим, на других лучше влияют другие, да, быстрее и проще они осваиваются. Кто-то там визуально не очень хорошо представляет себе какие-то вещи, и визуализация ему плохо, мало подходит, скажем так. Ему, наверное, лучше какие-то телесные такие моменты, да, там дыхательные, расслабление. В общем-то, скажем так, как раскрепоститься, чтобы чувствовать себя легко и свободно. Поэтому и с этого обязательно мы начнем наш онлайн интенсив. Ну и дальше, в общем-то, мы перейдем к другим аспектам, да, и потом уже мы уделим внимание тому, как говорить, да, то есть какие упражнения можно делать для голоса, для того, чтобы он звучал лучше, чтобы он звучал разнообразнее, мелодичнее, да. Какие возможности есть у изменения характеристик речи. Это тоже такие вещи типа пауз, интонации, тона голоса, да. Это все-таки звукоизвлечение голоса, кстати говоря. Вот один из бонусов, он как бы для специального такого вот женственного, такого страстного звукоизвлечения голоса, ну, другое. Можно его освоить, это не так уж сложно, вот, и использовать в своей речи. Вот, ну и третий день, собственно говоря, то, где 7%, да, это, собственно говоря, что говорить. Что говорить о себе? Очень многие люди не могут найти слов подходящих, да, для того, чтобы рассказать о себе. Рассказать так, чтобы заинтересовать других. И, ну, в общем-то, составление любой речи – это искусство спичрайтинга, да. То есть не то, как это будет написано, а то, как это можно проговорить. И, естественно, у этого есть определенные свои правила, и их тоже, опять же, можно усвоить, попрактиковаться в этом немножко. Третий день, там будет много практики. Мы там за часик примерно напишем свои самопрезентации, да, ну и дальше будем уже все то, что освоили, на этом тексте применять. А освоенное и на каком-то небольшом фрагменте примененное, его уже можно будет потом моделировать многократно в различных ситуациях. А естественно, что один текст, он не подходит для всех случаев жизни. Придется его каким-то образом трансформировать для разных случаев знакомства, да, в разных ситуациях, в разных компаниях, коллективах с различными людьми. И, имея какой-то костяк, да, то есть уже как бы видоизменять. Музыка 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 Музыка